Так, есть еще один игрок, о котором следует сказать, это Запад. Я вот сам лично от посла Украины в Париже, видя с ним, слышал такую забавную фразу, не раз я повторял о том, что в двух столицах испугались мятежа Пригожина. Это в Москве и Вашингтоне. Потому что Вашингтон был напуган, ну, как и обычной неизвестностью. Вдруг придут там какие-то уголовники, там какой-то Чиваковаган. Сам Пригожин чудит, значит, и в Африке, и везде, и как бы не поймешь, что там на самом деле. И поэтому для Запада, ну, для Вашингтона в частности, потому что остальные страны могли просто наблюдать. Но для Вашингтона это было событие экстраординарное. И в конечном итоге, ну, так получается, что они сочувственно отнеслись скорее к действующей власти. Ну, понятные их страхи. Придет Пригожин, запустит ядерную бомбу. Путин, какой бы он ни был, да, значит, он более-менее, как им кажется, предсказуем. Вот, с ним можно как бы хоть о чем-то договариваться. А как договариваться о радикалах, которые придут, непонятно чего хотят, непонятно до чего доведут. Поэтому уж лучше этот. Он меньше зло, мы его знаем, мы за годы его изучили. Есть какая-то коммуникация. А какая коммуникация с Пригожиной? И, в принципе, такое отношение сохранилось же, да. Ну, опять же, повторяю, не от того, что они сильно симпатизируют Путину, не от того, что они хотят, чтобы все там осталось как есть, но просто, чтобы не стало хуже. И это тоже ведь играет определенную роль, потому что, ну, поддержка Запада определенная, пусть и не публичная, могла бы на эту ситуацию повлиять, объективно повлиять. И, тем не менее, этого не произошло. Где, ну, для понимания, гарантия, что в будущем, если даже это будет самый правильный военный мятеж, не произойдет того же самого. И Путин не получит, пусть и не гласную, ну, какую-то там поддержку от Запада для того, чтобы этот мятеж купировать. Вот вопрос загадочный, вот на который стоит поговорить. Марк Захарович, мне очень нравится передача с вами, нетривиально интересные вопросы, на которые очень интересно отвечать. Заходит легион в Россию. Над танками реет белый-синий-белый флаг, герб легиона. Путин вызывает войска НАТО? Как вы думаете, сколько в таком формате еще просуществует его режим? Путин не вызывает войска НАТО? Путин звонит Байдену, Трампу, Камале Харрис и говорит, ай-яй-яй, хулиганы обижают, зрение лишают? Ну, а теоретически? Мне, честно говоря, как русскому воину, который защищает Украину, на мнение Брюсселя, Вашингтона и других прекрасных европейских, и не только европейских столиц, абсолютно фиолетово. Я прекрасно понимаю, что это вина Запада в том, что Путин развязал эту войну, в том, что ему еще в 2000-х годах не надавали по рукам. Вина Запада в том, что он в 2008 году залез в Грузию, что он в Сирию залез, что он в Украину залез в 2014 году. И я что, должен оглядываться и смотреть, что они там думают, не думают? Абсолютно наплевать. Запад будет разговаривать с тем, кто будет сидеть в Кремле. Раз. Его взгляд на Путина понятный. Помните, как, по-моему, про Самосу говорил Никсон, если я не ошибаюсь? Это сукин сын, да. Да, ну наш сукин сын. Понятно. Путин мерзавец, но он, понятно, он просчитываемый. Мы не будем никуда и ни на кого оглядываться. У меня, как у русского человека, есть долг только перед двумя государствами. Перед моей родиной, растоптанной, униженной, разграбленной. И перед соседним народом Украины, который я сейчас защищаю, как русский доброволец. Чтобы отмыть пятно позора со своей души, со своего народа. Чтобы это убийство, наконец, прекратилось и разрушение. И чтобы Украина жила спокойно. И чтобы Россия жила спокойно и занималась собой. Поэтому я могу сказать, за нас, за российских добровольцев, нам абсолютно фиолетово, кто что скажет. И как показывает реальность, тот, кто проявляет инициативу, в дальнейшем сталкивается с тем, что все-таки задним числом эту инициативу поддерживают. Как говорил известный русский полководец Александр Васильевич Суворов, всегда бей, никогда не отбивайся. Ну да, ну да. Не, ну, Запад представляет силу, и мы его обсуждаем, поскольку понимаем, что он может быть силой как помощью, так и препятствием. Поэтому не обсуждать это мы не можем, пытаться переубедить их не можем. Но мы это пытаемся хотя бы понять для себя, как могут развиваться события. Запад много раз выступал против каких-то радикальных шаров, в частности, против распада СССР. Предпринимаясь невероятные усилия Вашингтоном и Лондоном для того, чтобы сохранить власть Горбачевой и так далее. А кончилось тем, чем кончилось. И зачастую вот эта близорукость, она ведет к тому, что исторические законы, они действуют неумолимо, вне зависимости от желаний, хотений и так далее. Но все равно это надо понимать, потому что и многое из того, что делает Украина, мы тоже понимаем, не делается, потому что Запад сдерживает. Запад опасается. Причем, я еще раз подчеркиваю, это не какая-то злонамеренность, это вот осторожность, чтобы сохранить прежде всего свое благополучие. Потому что не дай бог там насчет ядерной войны, но это же про них будет. Вот поэтому, может, не надо страгивать, ничего оставить как есть, но по возможности. А так медленно, медленно, не торопясь, чтобы это само меняло. Мы уже, 18 тысяч нас прямо сейчас в прямом эфире смотрят, больше 6 тысяч, почти 6 тысяч 200 поставили свои лайки. Мы уже почти 32 минуты в эфире и просьбу к тем, кто присоединяется, обычно так это и происходит. Люди подходят постепенно. Вы, пожалуйста, сразу размещайте ссылки, чтобы и другие люди увидели, что эфир идет. Ставьте лайки, ну как минимум те 2 трети, которые еще этого не сделали, там почти процент 60, может 55. А поставьте лайки, это даст нам возможность попадать в рекомендованные. И обязательно подпишитесь на канал Фейдин Лайф, если вы не подписаны, или проверьте подписку, если вы были подписаны, и вдруг она по каким-то причинам исчезла. А мы тогда продолжим. У нас в финальной части еще есть ряд вопросов, которые представляют интерес. Насколько можно судить о том, неудавшийся мятеж Пригожина привел, ну, скажем так, деморализации и бегству отдельных контрактников ЧВК Вагнер, сдачи в плен, отказа от службы, исчезновению, потому что, ну, некоторых-то, в общем, хотели бы просто ликвидировать. Точнее, израсходовать, отправив там куда-нибудь под Авдеевское направление. И вот этот опасный, гремучий элемент ЧВК Вагнер как бы весь израсходовать, рассеять, отправить на передовую и всех их исчерпать. Об этом разговор стоял, это логично, да, потому что ныне лояльная среда, ее нельзя оставлять, ее нужно каким-то образом разрядить. Вот, и у самого в окружении Пригожина нашлись люди, седой такой, с позывным седой, небезызвестный, который фактически занимался процессом ликвидации ЧВК Вагнера, там, перетурбирование его в другие структурные подразделения Министерства обороны и так далее. Вот можно судить, вот больше в плен начал сдаваться, там, выходить на связь с тем же Легионом или другими соединениями людей, которые, ну, вот разочаровались вот этим убийством Пригожина и обрушением вообще всей вот этой компании ЧВК Вагнера. Насколько можно судить? Есть какая-то такая информация? В принципе, до Пригожинского мятежа, каких-то попыток контактов Вагнеров с нашей стороной, да, со стороны Украины, со стороны защитников Украины не было. То есть, их, в принципе, все устраивало. После мятежа, естественно, что вы сами знаете, что кто-то осел в Белоруссии, кто-то увольнялся, кто-то поехал целыми отрядами в Африку, и некоторые из этих персонажей там встретились с Туарегой. Для себя. Вот. Значит, кого-то раскидали по другим ведомствам. Это все имеет место быть. Достаточно большое число их стало связываться после этого с проектом «Хочу жить». Те, кто не был замаран в военных преступлениях, понимали, что их ждет обнуление, да, и лучшим выходом будет перейти на сторону Украины, либо просто спокойно отсидеть в плену, либо перейти на сторону российских добровольцев. Вот. В нашем подразделении бывших бойцов ЧВК Вагнера нету. Я знаю, что некоторые подразделения их себе берут. Вот. У нас, как бы, своя кадровая политика. Вот. Вот. Для нас наиболее желательный контингент – это там условно-срочники, мобилизованные контрактники, которые попали, значит, в армию. Кто не по своей воле, кто пошел в армию специально для того, чтобы перейти на нашу сторону. Есть целый ряд таких кейсов в Легионе, и сейчас это мы медийно освещаем. Вот. А так, в принципе, очень много вагнеров, сотни, если не тысячи, они имеют еще свой круг общения и с других ветеранов, и там свои идеи пропагандируют о том, что Путин – убийца Пригожина, что Путин ведет Россию к катастрофе. Я думаю, что это большая простойка военных ветеранов. Она еще сыграет свою важную роль. Одну из первых скрипок эти музыканты сыграют в оркестре будущего восстания. Ну, хорошо. Тогда такой вопрос. Вот насколько можно судить тех, кто все-таки остались из числа военнослужащих ЧВК «Вагнер», продолжая воевать через контракты с системой Министерства обороны, каких-то похожих на ЧВК, там всякие какие-то организации, даже их нет смысла называть, редуты там и так далее, они продолжают, в общем, службу, и насколько эффективно, потому что считалось, что ЧВК «Вагнер» очень эффективно воевает, ну, под Бахматом, в других местах. А вот сейчас, ну, вот ощущение такое, что вот эти штурм «Зет» и так далее, то есть они, в общем, той же функции выполнить не могут, даже несмотря на то, что это те же ветераны, те же военнослужащие, которых в 22-23 году воевали, но это не только там судимые, которых набирал в ЧВК «Вагнер» сам Пригожий, ну, там люди из основного состава ЧВК «Вагнер» и другие. Такое ощущение, что, в общем, никто опыта ЧВК «Вагнер» не повторил, и вот разрозненные эти люди, они тоже столь же эффективными быть не могут. Вот подтвердить эту мысль опровергните. Может быть, мы что-то не понимаем до конца, почему у Москвы и так все не получается на Волчанском направлении или там в других местах, в частях фронта, потому что прорывать это такое ощущение, что особенно теперь некому. То ли класть так не хотят, то ли умирать не хотят, как это происходило в ЧВК «Вагнер». Ну, вот что здесь? Марш Захарович, вы верно подметили, что повторить ЧВК «Вагнер» не удалось никому. В системе ЧВК «Вагнер» была выстроена правильная пирамида. Там инициативные, ну, и по военным меркам жесткие, даже жестокие люди стояли наверху руководства. Нельзя было попасть там в топ, скажем так, не понюхав пороха, не обладая многомесячным или многолетним боевым опытом. Работа оценивалась, результаты объективны, всегда поощрялись те, кто дает работу на результат. Всегда было пушечное мясо в виде зэков, кашенков, как их называли, да, которых можно было прокрутить мясорубку войны. Мы с «Вагнерами» так плотно рубились в Бахмуте в прошлом году, в январь, февраль. Ну, наш расчет, так скажу вам с гордостью, как минимум две сотни их на тот свет отправил, еще, наверное, штук 200-300-300. Так что мы их встречали, мы знаем, что ребята веселые, но мы не хуже. И, собственно говоря, работает система. Работает система. И когда тех же людей перемещают в другую систему, они занимают там несоответствующий себе уровень. Они не могут себя реализовать, свои таланты, свою волю, свою инициативу, свой опыт. И в этом система МОО проигрывала в «Вагнерам». Всегда проигрывала. И будет проигрывать. Потому что тех же людей раздергать по другим ведомствам, переставить на другие должности. И они работать совсем так не будут. Лигожин горел своим делом. Он работал на результат. Он был патриотом. Он считал, что он убивает украинцев, делает благо России. Он делал это эффективно, но он был неправ. А сейчас эти люди попадают в руки бестолковых командиров. В российской армии сейчас большая нехватка грамотных офицеров. Офицеры, особенно младшего, среднего звена, несут большие потери. Тут недавно одного Гаврика, кстати, из «Вагнеров», подчеркнул. Гаврика из «Вагнеров» взяли в плен. По-моему, 810-й. То ли полк, то ли бригада морской пехоты. Значит, командир роты, младший лейтенант. Вам о чем-то это говорит? Это очень низкое. Младший лейтенант, командир роты, понимаете? Я понимаю, что у него там боевой опыт и все такое прочее. Нехватка кадровая. Нехватка кадровая. Вот, соответственно, да, они сейчас будут пихать в армию новое пушечное мясо. Но этим пушечным мясом должны управлять грамотные сержанты, грамотные офицеры. А дальше грамотные оперативные офицеры рисуют грамотно стрелочки и так далее. Но этого нет. Российская армия уже никогда не будет такой, какой она была до полномасштабки. Не будет никогда такой, тем более, как «Вагнер» или вместе с «Вагнером». Путин сам как бы подрубил тот сук, на котором он сидит. Разгромив «Вагнера» из страха перед Пригожиным, даже перед памятью Пригожиным. Его могилу регулярно пытаются осквернить, пытаются разбирать, убирать мемориалы, к которым там народ несет свечки и так далее. Но запрос в народе на героя, он есть. Пригожин мертв, да, не надо конспирологии. Он не в Антарктиде, где-нибудь умер в Царь. Да, но запрос на героя есть. И он очень правильно и чутко назвал «Марш справедливости». Основной тренд в российском обществе, то, чего не хватает народам России, это справедливость. Народ России унижен, бесправлен, бесправлен, ограблен фактически. Никакие средства производства никому не принадлежат, кроме группы олигархов, обслуживающих власть. И эту несправедливость чувствуют все. Понимаете? И вот этот он правильно назвал «Марш справедливости». Он хочет дать справедливость людям. Вот этот образ Рубин Гуда живет, и люди ждут нового Рубин Гуда. И они его дождутся. Понятно. Мы уже 41 минут в эфире. Буквально последний вопрос. Вопрос тогда будет связан с системой Министерства обороны, которая сейчас подвергается ударам, и Генштаб, и так далее. Ну, это, конечно, связано с Курском. Но хочется понять все-таки, чувствуется ли то, что... Ну, вот Дюмин, например, назначен ответственность за ликвидацию прорыва ВСО на Курском направлении. Дюмин кто? Охранник. Да, он работал после охраны в Министерстве обороны. Замок, кстати, был тесно связан с созданием ЧВК «Вагнер» в 2014 году в системе ГРУ и так далее. Но вот сегодня такое ощущение, что Путин больше доверяет спецслужбам на войне, условно говоря, вместо своей армии. Потому что по отношению к армии он считает, возможно, что они предатели, что они плохо воюют. Но не потому, что они продались там Западу, Украине. Нет. А просто они воевать не хотят. Они привыкли к коррупции, генералитету. Что они умирать не хотят, например, там еще что-то. И, в общем, вот эти генеральские дела, их много. Ну, понятно, всех обвиняют в мошенничестве и коррупции. Но такое ощущение, что Путин бьет по армии наотмашь. Но тем нечем ответить. Потому что если бы ответить могли, то ведь уже бы ответили. Могли бы возмутиться, могли бы там что-то предпринять. Но мы этого не видим. И поэтому пытаемся понять, к чему это, в принципе, может привести. Мы все крутимся вокруг повторения мятежа военного. Но хочется понять, субъектно ли армия. Потому что споры идут о том, что у армии нет никаких политических целей и задач. Они не понимают себя политически, ради чего им брать власть. Более того, коррупции, они поражены настолько, ну, прежде всего, военное командование, что они не в состоянии себя осознать, что спастись можно, только устранив эту власть, назначив другую. Прекратив войну, значит, уже не надо умирать. А что, воевать где-то в Украине? Кому она сдалась? Какому генералу, который живет и так хорошо? Да, не надо умирать. Можно продолжать жить, как жили. Вернуться обратно. Более того, не бояться того, что тебя военная контрразведка, департамент, или сам Путин укажет и тебя посадят. Да, трясут, вернут все имущество, деньги заберут, еще что-нибудь в этом роде. Вот насколько можно судить, что Путин с собственной армией борется? Ну, прежде всего, с военным командованием, скажем так. Марш Захарович, вопрос шикарный просто. Всегда у вас интересно. А он, наверное, такое, его все задают. Марш Захарович, напомнить вам ситуацию 45-го года, когда... Конечно. В припадке стучал кулаками по столу и кричал. А, противношесный митердант. Кляне, Швайны, генералы бестолковые, гудерианы и всякие там, значит, Манштейны и прочие, воевать не умеете. А назначу-ка я Гиммлера руководить обороной Берлина. Вот это, значит, преданный мне человек, истинный партии, цариц и прочее, прочее. Как там, нормально пообороняли? Назначение Дюмина на такую же должность, это показатель того, что Путину уже просто не на кого по-настоящему опираться и некому доверять. Этот Гиммлер от Путина также благополучно дообороняется. Я сейчас еще хочу перескочить немножко на другого персонажа, знаменитого и популярного, да, с золотыми пистолетами, пулеметами, к которому недавно поехал, значит, бункерный вождь. Он боится, он трясется, он поехал в очередной раз показать Кадырову свою лояльность, благорасположенность, готовность отсыпать столько денег, сколько надо, лишь бы его тиктокеры бестолковые, да, в нужный момент его поддержали. Он уже боится бунта в армии. По поводу армии, по поводу армии, когда армия у нас бунтовалась, 17-й год, когда армия пошла против системы и перебила ГБНУ, 53-й год, да, почему? Потому что и там, и там были воевавшие армии. В 37-м году чекисты, как клопов, давили этих генералов, маршалов, которые доблестно, с выбитыми зубами, вырванными ногтями, рассказывали, что они агенты, там, парагвайской, мексиканской, японской разведки, там, что они работают на всех, кого не лень, да, и что там соседи по камере, и тот, и тот, все они тоже, агенты, их надо устранить. Армия навоевалась с 41-го по 45-й, умылась кровью, посмотрела на 37-й, 38-й, как ее унижали и топтали. И в критические дни 53-го они прижали эту ГБНУ и расстреляли Берию, которую там скулил на коленях, умолял о пощаде. Вот сейчас появляются те же самые люди, которые поставят на колени эту систему, но не ждите слишком много инициативы от ожиревших полковников, генералов, майоров, которые сидят там за 30-50-100 километров от линии фронта, да, которые нормально себя чувствуют, получают по 300-400, у них же боевые капают, по 300-400 тысяч получают себе нормально, продолжают воровать и пилить, где есть возможность. Войны не хотят те, кого туда призвали насильно, и даже многие контрактники, которые уже прошли первый бой, они уже не хотят войны, просто им из этого капкана не вырваться. Они думают, что там как в кино, как в каком-нибудь Мосфильме, да, где он весь такой бравый, бежит в атаку, обязательно выживает, совершает подвиг или его легко ранят там в мизинец левой ноги. Нет, они видят эту мясорубку, они видят груды разлагающихся трупов, они просто с ужасом смотрят в небо на украинские дроны или ждут прилета мины в свой окоп. И вот этим людям уже воевать вообще не хочется, просто совсем, от слова совсем. Срочники сдаются пачками, не понимая вообще, за что им воевать и за кого. И это прекрасная ситуация, это именно те люди, которые штыки повернут в первую очередь. Особенно если у Путина хватит ума провернуть мобилизацию, которую он сам боится и постоянно ее откладывает, пытаясь тушить пожар войны деньгами. Он печатает их, печатает с 2000, с 2020 года объем денежной массы М2 вырос в два раза. Что тут говорить о вентиляции, понимаете? Пока он еще может покупать дегенератор. А вот если он возьмется за русского мужика, нормального, который жил себе мирной жизнью, растил детей, дело у него плохо пойдет. А потом еще, когда этот русский мужик увидит, что творится в округе и подумает, нужна ли ему такая жизнь дальше. Что его сына в 16 лет ждет шприц на улице. Что его дочку 14-летнюю могут какие-то горячие гости изнасиловать. Что его сына в 18 лет пустят на пушечное мясо без толку, без всякого. Вот когда до русского мужика это дойдет, русский мужик долго запрягает, но едет он очень быстро. С единороссов будут просто кожу живьем снимать. И когда до русского солдата дойдет, что враг он не в Брюсселе, не в Киеве, не в Вашингтоне. Что главный враг в Москве 25 лет уничтожает нашу родину. Тогда все пойдет как снежный ком. Я, Марк Захарович, немножко понимаю в военном деле. И так, может быть, чуть-чуть вперед заглядываю. Я могу сказать вам с полной уверенностью, что восстание русского народа, движение легиона в Россию, рано или поздно закончится победой. Мы снесем этот поганый режим людоедский. И вместе с вами в том числе будем строить нашу прекрасную Россию. Субтитры создавал DimaTorzok